Всем привет! Ковырялся я с очередным бесперебойником APS KS500 Значит у него здесь был писк при заряде противный Но это как бы проблема. У многих она возникает И многие гадают на конденсаторы, но на самом деле у нас пищит трансформатор Вот у меня еще есть один раскрытый, тут на нем просто удобнее показать Вот виновник писка Некоторые пишут, что когда меняют после замены конденсаторов 330 микрофарад 25 вольт Вот этот один и вот этот второй Значит писк пропадает Они мол высыхают Возможно я с таким не сталкивался Если честно Все APS которые были у меня в руках Именно бесперебойники Вот эти конденсаторы В идеальном состоянии Даже несмотря на то, что они все были достаточно старые Но вот этот более новый, это 2010 года А этот старый Значит он у нас 2005 года То есть достаточно старый Который очень много работал Значит писк я устранил Как я и сказал проблема вся именно в этом трансформаторе Свистит у него феррит По хорошему нужно разбирать Снимает Разбирать именно феррит Вытаскивать Заново проклеивать И тогда все становится нормально Этот трансформатор мне разобрать не удалось Как я его не грел Хорошенько он у меня раскололся Раскололся на два уголка Откололись С одной стороны и с другой стороны Тут будет просто удобнее То есть вот Ну правда снизу Вот один угол у меня откололся И второй угол откололся Но это ничего страшного Клеится обычным суперклеем И все работает как и прежде Проверено не на одном десятке таких трансформаторов То есть суперклеем склеиваем И все замечательно у нас потом работает Это не я придумал клеить их суперклеем Тоже вычитал на каком то форуме Многие очень многие люди так делают Склеивают И после этого никаких проблем Все работает В моем случае точно так же все заработало И после этого писк пропал вообще То есть вот сейчас он включается Его вообще не слышно В конце видео я покажу на этом Это тоже у нас противно пищит Надо будет наверное сделать ту же самую процедуру Можно залить еще эпоксидкой Дополнительно Не знаю залью ли я этот Эпоксидка у меня есть Время свободное тоже есть Так что ну может быть Залью Я еще хочу показать вам ток потребления Его без нагрузки В холостом режиме Давайте включим его в сеть Сначала включим приборчик Так вот я подключаю аккумулятор Мы видим идет у нас сейчас ток заряда Аккумулятор заряженный практически Ну вот 51-52 мА И он снижается И тишина Видите никакого писка нету Я потом включу тот Вы послушаете вот этот писк То есть сейчас все у нас хорошо Теперь смотрите Давайте я его включу Так вот он у нас замаргал Сейчас он у нас включится Пошла работа от аккумулятора Но заряд на аккумулятор Как видите идет То есть в этом режиме У нас аккумулятор не разряжается То есть вот этого Встроенной зарядки Хватает на все Вот он у нас включился И теперь давайте Я отключаю сеть И вот он перешел На аккумулятор Работает в холостом режиме Слышите Вот он пищит Нагрузка у нас никакая Не подключена И вот потребление В холостом режиме Разряд у нас идет 383 миллиампера Всего на все Вот он работает От аккумулятора Давайте теперь я Включу опять питание Все Перешли на питание И мы видим Пошел у нас заряд Сейчас он будет снижаться Потому что аккумулятор Практически заряжен Хотя аккумулятор и старенький Уже очень Но пока еще работает Так Ну и теперь давайте Я отключу его Все Вот я его выключил И у нас продолжает Идти заряд Аккумулятора Теперь я отключаю 220 Полностью его Обестачиваем Вот мы видим Идет у нас разряд 34 миллиампера Ну грубо говоря 35 миллиампера Идет у нас Разряд аккумулятора Но Сейчас через какое-то время Этот разряд Пропадет Ну как пропадет Практически до нуля Сейчас увидим Я специально взял Этот приборчик Он автоматически Переключает режим Потому что Если бы я взял Другой мультиметр Он бы показал Ну вот как и этот В принципе да Он показал 0 0 миллиампер На самом деле Здесь Не 0 миллиампер Разряд идет Где-то 11 микроампер Интересно Я с этим приборчиком Еще много не работал Можно ли его Переключить На микроамперы Давайте попробуем Нет Не переключает Постоянные перемены Микроамперы Он нам не показывает К сожалению Да Ну и ладно Ну в общем 0 В миллиамперах 0 То есть прибор Считает Что разряда У нас нету Совершенно Ну в принципе Так и есть Что там 10 микроампер Это вообще И не о чем Для такой емкости Аккумулятора Так Теперь давайте Я включу Опять Питание То есть Сам бесперебойник У нас Выключен И пошел У нас Заряжаться Аккумулятор В буферном Режиме Так Ну напряжение На аккумулятор В принципе Я показывал Еще в прошлый раз Которая идет У АПС Оно Очень классное Ну давайте Покажу Еще раз 13,55 Вольт Это самое Классное Напряжение Для аккумуляторов Вот Чем Вот эти АПС Классные Они не Гробят Аккумулятор Поэтому Аккумуляторы Тут и живут По 5 лет Спокойно А у некоторых Даже и дольше Потому что Они не кипятятся Не перегреваются Не вздуваются Естественно Вообще Шикарное Напряжение Для Буферного Режима Аккумулятора Мне кажется Он немножко Занижает Давайте Я возьму Другой Прибор 13,55 Запомнили Да Просто Вот этот прибор Я еще не проверял На точность Это мы с вами Как-нибудь Сделаем В одном Из Последующих Видео А вот Этот прибор У меня Проверен И идеально Точно Показывает Вот Мы видим 13,56 Вот это Правильно Тот Показывал На Одну Сотую Вольта Господи В пределах Погрешности То есть Абсолютно Все равно Все Замечательно Ну и Раз уж Я достал Этот прибор Давайте Еще Этим прибором Померяем Ему Ток Так Ну вот Ток У нас Заряда Аккумулятора Идет 35 Миллиампер Давайте Проделаем То же самое Но уже С этим Прибором Включим Наш Бесперебойник Сейчас Пройдет Режим Тестирования Он Переключится На Аккумулятор Вот Он Переключился На Аккумулятор Да Этот прибор Более Чувствительный Винлап Он Получше Так Ну Все Вот У нас Опять Пошел Заряд И Теперь Отключаем И вот Мы Видим Разряд 416 415 Миллиампер 419 Ну Грубо говоря 400 Миллиампер Идет Потребление В холостом Режиме Все Опять Подаем 220 И У нас Опять Пошел Заряд Выключаем Заряд Продолжает Ити И Сейчас Будет Снижаться Теперь Выключаю 220 Вот Мы Видим Идет Разряд Давайте Еще Немножко Подождем Я вам Покажу Как раз Эти Микроампер Которые Потребляет Наш Бесперебойник Отключенный От Сети В Выключенном Состоянии Кстати Можете Засечь Время Я не буду Укорачивать Вырезать Паузы Можете Секундомером Посмотреть Сколько Он проработает Потом В комментариях Мне напишите Пожалуйста Сколько Прошло Времени Вот Все Видите Выключился Ноль Переключим На микроамперы И Вот Потребление Даже Я говорил 10 микроампер Ну вот 9 микроампер Всего Навсего То есть Можно Сказать Что Он Совершенно Ничего У нас Не Потребляет То есть Можно Оставлять Его В Выключенном Состоянии С Аккумулятором Без Проблем Аккумулятор Он Не Разрядит Ну Если И Разрядит Лет За 100 Вот И Все Что Я Хотел Вам Показать Нет Не Все Я Ж Хотел Вам Потому Что Они Пищали Одинаково Давайте Подключу Другую Плату И Покажу Ну Вот Подключил Я Другую Плату И Давайте Включим Ее В Сеть Так Тут У 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 Пошел Этот Противный Писк Я Надеюсь Что Вам Слышно Его Прерывистый Писк Как Раз Он Сейчас Камеру Поближе Прислоню Чтобы Вам Лучше Видно Ну Вот Камеру Направляю Именно На Этот Трансформатор То есть Сейчас Вы Отчетливо Его Слышите Тут Тоже Конденсаторы Все В норме То есть Проблема Только Вот Именно С Этим У Нас Импульс Трансформатор Зарядка Отдельная Собрана На Вот Этой Микросхемке ТНY255 И Вот Этому Трансформатору Ну И Как Очень Просто Определить Источник Вот Такого Шума Писка Потому Что Если Просто Ушами Слушаешь То Непонятно Что Именно Тут Свистит По Крайней Мере У Многих С Этим Проблемы Для Этого Достаточно Взять Какую Нибудь Трубу Пластиковую Ну Вот Я Взял Водопроводную Главное Чтобы Там Не Было Металлической Оболочки Какой Нибудь Которая Которая Проводит Ток Чтобы Был Диэлектрик Здесь У меня Внутри Стекловолокно И Просто Прислоняем Один конец К уху А второй Наводим На плату В разные места Ну Давайте Попробуем Ну То есть Вот Этот конец К уху И Тут Слушаем По-разному Вот Видите К этому Трансформатору Должен Четливо Быть Писк А Если Перенесем В другое Место То Писк Затихает Ну Я не уверен Что на камеру Все это будет Хорошо Но Смысл Вы поняли Очень Очень Хорошо Определять Именно Источник Шума Можно Еще Попробовать Дедовский Способ Взять Какую-нибудь Палочку Например От суши Засунуть Ухо Один Конец А вторым Тоже Затрагиваться До Элементов Но С трубкой Здесь лучше Палочка Хорошо Особенно Длинная Палка Палкой Хорошо В двигателях Слушать Источник Шума В автомобилях Например Ну Здесь Говорят Тоже Помогает Не знаю Я не пробовал Мне с трубкой Удобнее Ну В принципе На этом Все Всем пока До новых встреч Увидимся Пока Пока Ну А трансформатор Я все-таки Залил Эпоксид Затрагиваю Рисочку На середине Рисочку На середине Трансформатора Установленного И вот По этот уровень Разводим Эпоксид Вот Как раз Этой Эпоксид Хватает Чтобы Полностью Залить Трансформатор То есть Вся Вытесненный Эпоксид Она Как раз Поднимается Вот Дверху И получается Вот Так Вот Симпатичненько